Нужно одно очко, всего лишь одно очко. Давайте же 3, только чуть-чуть другая расстановка. Конь f6, мы возьмем цепки. И теперь хочу пойти e4. А потом конь d2. Так, вперед могу задвинуть, но не знаю, что мне это даст. Так, я могу взять, но не особо хочется там брать. Давайте так, тут мы возьмем пешкой. Отлично, отлично, смотрите, какую слабость я создал, Майя. Жуткая слабость, но если я, друзья, выиграю эту партию, то турнир досрочно закончится. Начался с такими 3 волнениями. Начался с такими 3 волнениями и имеет шансы закончиться досрочно. Это хотелось бы. Так, 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 могу взять. Он берет сюда, я беру сюда, но опять же я остаюсь без пешки, если так, то там просто ход d3. А если я беру сюда, он берет конем, я беру конем, он берет на g2. Это не очень хорошо. Ладно, возьмем. И сюда я не могу взять. Если так, он берет конем. А если сюда, то он, вероятно, возьмет сначала ладью. Давайте тогда мы так пойдем, а потом сюда. Так, ну якобы цена он убирать не может. А я хочу сначала пойти так. Лишняя фигура. Отлично, друзья, отлично. Могу взять, взять. Отлично, лишняя фигура. Беру, вперед. Так, Макс, объясни, если я выиграю эту партию, что, в общем-то, вероятно, то мы разбегаемся на сегодня, да? То есть просто можно закончить или перейти к вольным темам. Вот если Макс меня смотрит, пусть это прояснит. Ферзь а4, там просто ход код. А, конь е5 нету хода. Ферзь а4, смотрим, что я заберу. В общем, если конь е5, то мы сначала берем шона на поле d4. Ладья е2. Давайте так и сыграем. А тут суть, если я беру, то он берет ферзем, разменялись. То есть мы доигрываем до 4,5 очков, ну если вдруг, да? Я просто говорю, как в предположительном варианте. Ах, ушла. Но мата там нет. С2. Но хоть С2 есть, конечно. А если конь С2, то там С2. У меня все, 8 мая, четверть, финал, полуфинал и финал. Обалдеть, друзья. Обалдеть. Ладья c1, смотрим. Ну что, ладья е3 решает, наверное, да? Наверное, решает ладья е3, да. Ну, с равным временем я как-то одолел маю. Ферзь С2, смотрим. Впрочем, еще надо до конца все доиграть. Ладья c3, это уже точно, это уже точно. Ну, он очень круто играет. Я тут ничего не могу стражать. Две фигуры и даже нету. Все мои ловушки, которые я хотела поставить, он все опроверг. Сейчас смотрим, еще могу и красиво компенсировать. Абсолютно все. И плюс меня добивает своими ловушками. Твои ферзь, ты два шах. И ладья c1, да, друзья, да, фантастика. Побеждаю я маю порожняк. 4,5 на полтора, друзья. Я начал с поражения, потом ничья, потом 4 победы подряд. Но понятно, что я устала. Поскольку мы сыграли уже третью партию, я все еще играл с форой. А мы скоро уже будем заканчивать стрим. 4,5 на полтора я побеждаю маю порожняк. И выхожу, друзья, выхожу в одну четвертую финала. Не хватило меня немного. Да, да, да. Ну и кстати, уже в вашем кармане минимум какая-то сумма пишет Макс. Ну, кому интересно, в чате все написано. Озвучивать я не буду. Но это здорово. Друзья, друзья, ну кто бы мог сказать, пусть в моей такой бездарной, откровенной, бездарной игры. Спасибо, Макс. То есть на сегодня я могу продолжать стрим, скажем, турнир со зрителями. Или там Белли-Арена, или просто по вызовам. Да, вот напиши мне это, и я буду успокоен. А потом с вами спишемся. Друзья, в следующую субботу, да? Отлично. Друзья, кто бы мог подумать, что пусть в такой моей бездарной, откровенной, бездарной на старте игры, но правда на финишке она была блестящей. Если вы видели партию, у меня было 5 пешек в золотую. Да, 5 пешек в золотую. Хорошо. И я ее блестяще выиграл у Романа Абуева. Кстати, Макс, я видел партию, в которой я реально устал, я очень устал, у меня было 5 пешек в золотую, но тем не менее мы заняли первое место в первом турнире, поэтому там я не могу назвать бездарной. Друзья, на старте это было просто...